Ребята, всем привет! С вами Крошка Настя! Короче, это видео у меня про трейдов в Адопт.Ми. И сегодня у нас вышло в Адопт.Ми обновление, где появились два новых питомца. Один из них стоит 500 робуксов, и прямо сейчас я его куплю. Вообще, я думала то, что не буду его покупать, так как мне не хватало, но мой парень скинул мне робуксы. Спасибо ему большое! Смотрите, как мило выглядит этот питомец. Я ему уже дала родзельку, давайте теперь посмотрим, что за него будут предлагать. Моя подписчица подарила мне подарочек. Спасибо большое! Ну что ж, первые трейды мне предлагают вот такую вот крылатую лошадку. Она, в принципе, прикольная, она тоже была за робуксы, но пока что я отклоню. Вот такая роба-собака, ну блин, она без зелий, не особо хочу. Флорет-диамантовая божья коровка, ага, ее убрали, но я промолчу. Мега-неоновая рать-собака, это, конечно, хорошо, мега-неонок сейчас хорошо оценивают. Ну блин, это самая обычная комоновская собака. Флорет-единорожка, прикольно, но я бы хотела, наверное, несколько питомцев. Райт-снежная сова, маловато. Флорет-гвардейский лев, интересно, но он не такой уж и ценный. Райт-коала, мало. Флай-ленивец и мистическое яйцо, тоже мало. Золотой пингвинчик, ну все понятно. Так, вот такой вот хамелеон, он, конечно, интересный, но, блин, он без зелий. Райдовская кенгурушка, если бы это была другая кенгуру, я бы 100% согласилась, а так нет, она не особо ценная. Флай-зелька, это, конечно, хорошо, но она стоит почти в два раза дешевле моего питомца. Получается, мой пэт 500, так еще и рать-зелька, так что нет. Флорет-пандочка, вот такой вот питомец, пингвин. Прикольно, но добавки мне не особо нравятся. Смотрите, я увидела на сервере девочку, которая хочет затрейдить свое флай-зелье на рать-зелье и одежду для питомцев. Неужели это правда? Да, ребят, я смогла затрейдиться, это очень выгодный трейд, потому что рать-зелье в два раза дешевле флай-овского. Флай-ред-акселот, он, конечно, пропадет через пять дней, он миленький, но я хочу посмотреть еще трейды. Мега-неоновая мышка, но она, в принципе, точно такая же, как собака, может даже еще хуже, так что нет. Флай-ред-серборус, он тоже пропадет, ага, его убрали и отклонили трейд, ну ладно. Смотрите, я увидела то, что девочка хочет затрейдиться на Голдхорна, и, в принципе, она мне дает две легендарки в обмен на одну, я думаю, это прикольный трейд. Да, ребят, я затрейдилась, у меня, походу, сегодня день выгодных трейдов. Флай-ред-скелет-рекс, интересно, но я хочу посмотреть еще трейды. Так, райдовская Несси, она достаточно дорогая, вот такой лавандовый дракончик, тоже, кстати, прикольный. Ну, смотрите, я запомню ник, и если штуки, ну, этой девочке трейд, если мне не предложат ничего дороже, то, наверное, затрейжу с ней. Райд-хамелеон, но мне уже предлагали больше, так что отклоняю. Вот такие вот книжки, у меня их и так четыре штуки, я уже делаю из них неонку, еще три штуки мне не нужны. Так, вот такой вот дракончик с нового года, и все. Смотрите, флай-ред-гузбани, райд-овечка, флай-ред-панда, смотрите, сколько всяких питомцев. Серьезно, человек будет согласен на всех этих пэтов? Ну, я думаю, это прикольный трейд. Так, походу, сейчас какого-то пэта уберут. Брали флай-ред-пандочку, блин, ну я без нее не так уж и хочу соглашаться. Ну, давайте я, наверное, пока что отклоню, и, может быть, человек передумает и снова поставит обратно флай-ред-панду. Я тогда буду согласна. Да, ребят, походу, мой план сработал. Да, ставит флай-ред-пандочку, ура! Все, ребят, мы затрейдились. Я думаю, это классный трейд. Посмотрите, сколько всяких флай-райт и райд-питомцев я смогла добыть всего лишь за одного пэта. Плюс еще трое из этих питомцев пропадут буквально через пять дней. Это означает то, что со временем они могут подняться в цене. Так что я думаю, это все-таки крутой трейд. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Мои подписчики из телеграм-канала его хорошо оценили и сказали, что этот трейд крутой. Ну, ладно, ребят, вот такое вот видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и не забудьте подписываться на мой канал. Хоть видео получилось коротеньким, но зато в нем я целых три раза выгодно затрейдилась, чему я очень рада. Ну, ладно, ребят, всем пока-пока, ждите новых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok